так все зависло все отнесло если меня не слышно напишите мне сразу я сразу перезайду слышно меня я жду когда они скажут что у меня привет привет о слышно супер ребятки завтра свадьба вообще понимаете уже завтра завтра будет свадьба я сама поверить не могу только сегодня вот забрала платье свое основное леха ждал меня ждал под этим под салоном свадебным в итоге не дождался уехал на поляну говорит очень долго тебя ждать ну блин два часа конечно много вот съемка свадьбы смысле ну снимать ее будут ресницы супер да это самое на самом деле моя победа большая потому что я долго думала долго но я всегда знала что есть одно только место где я уверена в результате где мне сделают так как мне надо где сделать без проблем вот такие вот шикарные только надо рассчитать конечно немножечко вот тут выбилась одна его тут ну а так посмотрите ресницы просто шик идеально волосок к волосочку все прям покажи что пас вы же самое красивое спасибо большое почему завтра ночью бомбово будет что будет ночью не трогали лицо а я его не трогаю что у меня с этим не так загарочки сделала вчера завтра свадьбу будет показывать нет показывать завтра ее буду я в своем профиле у себя на страничке показывать ее буду в эфире 26 августа завтра какие-то моменты наши свадьбы вы сможете увидеть в эфире у меня в эфире у меня на фотографиях и в сторис Леша не покажу его нет он уехал на машине нет мы не купили машину мы берем каршеринг сейчас я на такси еду вот маникюр просто белые ноготочки без всяких изысков не люблю я все это решила сделать просто белые ногти а не трогать лицо грязными руками чтобы чистенькое было без высыпания у меня уже спанула нервная почва все нормально девочка которая завтра меня будет красить готова ко всему будет залепливать все максимально сказала я говорит все тебе спрячу если что потому что еще не было ни одной невесты как она мне говорит по крайней мере не было еще ни одной невесты которая не было еще ни одной невесты которая совершенно спокойно пережила день свадьбы и без прыща какого-нибудь на лбу где-нибудь так вот таких людей я сразу блокирую оскорбительно все супер вот таким людям здесь не место которые пишут что он там подложит бомбу будет смотреть как кого разрывает ужасно не кажется ли вам ты будешь снимать да я буду снимать стройцы буду снимать фотки буду выкладывать так что завтра заходите и смотрите обязательно сколько человек будет на свадьбу на свадьбу будет 80 человек это точно после свадьбы уйдете нет ногти гель честно не знаю отвечай на мой ответ так кирилл я не увидела что-то написал еще даже пролистая но я не вижу что ты мне написал чё надо отвечай на мой ответ давай а вот ты где-то в туалете наложит тебя мне кажется ответственный по бомбам в туалете завтра на свадьбе будешь ты где борисович где борисович она здесь что ли сэм будет на свадьбе да конечно свадебное путешествие куда честно мы не решили будем смотреть горящие туры и уже определяться так скажем на месте привет из нижнего новгорода будем держать завтра за вас кулачки чтобы все прошло идеально спасибо большое о борисович тут кто свидетельца нет у меня свидетелей у лёши нет свидетелей у нас нет свидетелей у нас вот как бы только мы якуб тоже будет почему в понедельник свадьба потому что так вышло где планируете сразу после свадьбы планируем поедем после свадьбы после свадьбы свадьбное путешествие вернемся поедем давать анализы все на все 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 мы просто полное обследование организмом делать дальше уже из этого исходить якуб еще сделано и сделано конечно кому в туалете что будет кивил завтра в туалете наложит борис другой мою весь миллион на свадьбу потратили да у нас понедельник годовщина свадьбы хорошие числа спасибо поздравляю вас с наступающим законным браком счастья вам огромное любви на долгое время спасибо большое будем ждать эфир и смотреть вашу свадьбу кстати скажу вам так сразу сто раз я конечно буду выкладывать моменты свадьбы но все основные моменты вы увидите в эфире дома 2 у человек 80 то есть ведущего будет сушки но пригласили мы всех а кто доедет это уже не одна за но развалиться не планирует много гостей будет я уже ответила правда что литвунов возвращается на проект но вы смотрите а там а там разберемся настоящее живые замечательная пара спасибо большое самые любимые спасибо на моей свадьбу у вас на свадьбу было 240 гостей куда их всех так что за автомобиль такси 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 кто будет проводить нашу мероприятие наше мероприятие будет проводить тот же ведущий который вел свадьбу Ксюшу Мородиной эфир со свадьбой будет следующий по неделе да эфир со свадьбой будет следующий по неделе видите вы все в эфире в новой режиме Викуль то что будет не снято в сторис там будут определенные ограничения на разрешение съемки чего-либо это все покажете в эфире я уже давно не обращаю внимание на оскорбление людей потому что оскорбляя меня ко мне ничего не относятся они таким образом просто показывают актуальность поэтому пишут ну как бы это им косячок их не мой а у вас там что так холодно смотрю у себя в куртках туртка кофта шерстяная и штаны с начосом с начосом понимаете да я вообще как бы мерзлячка поэтому у меня холодно везде а в Дагестане да у вас там всегда много родственников приглашается куда еду? еду на поляну я не знаю я не знаю проекте я не знаю проекте проекте !!! И только мне решать, какого объема, размера они должны быть. Не считаю, что они смотрятся как-то вычурно. Считаю, что они очень гармонично смотрятся. Это мое, видите. Вот. Вас не бесит, что вам что-то спрещают. Долгие, такое долгое время жить по чужим законам, я бы уже не выдержала. А, простите, что нам запрещают. Все, что нужно, мы можем иметь. Выходной нам нужен, мы едем на выходной. Что-то нам нужно купить, мы покупаем. Что-то нам надо поесть, мы заказываем. Но что еще нужно? Если только вы о том, что работать нельзя, но у нас с Лешей такие планы, что вообще не важно, сколько мы будем наконец-то в проекте, мы все равно их осуществим. Даже если мы там просили 10 лет, выйдем, мы все равно осуществим наши планы. И даже выйдя, не знаю, грубо говоря, послезавтра, мы также осуществили свои планы. 6.7. Свадьба завтра. Свадьба завтра. Да. Купая огонь. Вот, правильно, я тоже тут считаю. Главное, что они, знаете, они не кирпичные. Ну, то есть, они подвижные. Они очень мягенькие, подвижные. Если бы это был кирпич, конечно, было бы плохо. Контакт, и очень даже хороший. Хороший фрукт. Нет, мы еще не купили машину, у нас свои машины. Мы берем варианты коршеры, и мы объедем такси. Сейчас уйдет такси. Я больше ее делала в кубке, не буду ее оставить. Эфир сохранит. Сохрани? А что вы хотите с него вылезать? Что за что? Ну, что, блин, торчит? Я просто ради прически сняла половину волос на овощи. На месте вот такой вот дохленький костик. Вот такой вот. Вот. Совсем дохленький. И тут все торчит. По бокам, сзади, спереди. Это все сделано ради прически исключительно. Как только свадьба закончится, мои мастера, палочки-выручалки мои сразу придут мне на помощь, вернут все мои волосы на место, и я поеду в отпуск. Красивая. Кстати, представляете, мы в отпуске не были никогда. Единственное, когда мы уезжали, это мы брали выходные дней на 5 или 6. и ездили и том и знакомиться, я ознакомила Лешу со своим дядей, дедушкой, со своей семьей в Ростов. Кто-нибудь будет вести прямой эфир с вами? Нет, прямой эфир везде никто, я думаю, не будет. Если только я или Леша. свадьба завтра. Да. Глаза стоят классно. Да. Да. Впереди. Шадик на платье. Ну, ребят, учитывая, что знакомы у меня завтра, то, естественно, я его выбрал. Вот одно платье едет сейчас со мной, красивое такое. Вот. Второе платье уже лежит дома. Третье платье также уже лежит дома. Я фамилию, да, выделять буду. Что подарит родители? Мы родители попросили ничего не дарить. Потому что это мало какого-то, зачем нам это напрягать? Мне кажется, в таком возрасте уже мы должны делать какие-то подарки и, не знаю, помогать родителям, а не нам. Правда, что вы уже расписались? Правда? Зачем три платья? Я определить не смогла, если честно. Эфир на ТНТ будет 26 августа. Так, ребятки, у меня сидится телефон, а он мне очень нужен. Поэтому давайте с вами прощаться. Я пока в машине, у меня осталось минут, наверное, 30, ехали до Поляны. Пока, поздно. Все, давайте. Пока-пока.